ну что работаем на чем мы имеем дело математика имеет дело с числами числа измеряют ну как бы все на свете температура за бортом плюс минус 5 до градусов подсказывает нам что числа бывают как положительные так и отрицательные и на мой взгляд совершенное безумие это изучать отрицательные числа сильно позже чем изучались положительные безумие это как бы год за годом повторяется у меня есть гипотеза почему она произошла потому что выдумывали всю эту школьную систему там где снега никогда не бывает и минуса тоже почти никогда не бывает но для нас как бы сразу очевидно что бывают и положительные отрицательные температуры ну и давайте так сказать мы первое там какое-то время будем работать с целыми числами и давайте попробуем суммировать все что мы о них знаем что такое целые числа целые числа это когда выбирается ну там нет некий точка отсчета и равный от один и тот же отрезок один и тот же отрезок откладывается много раз подряд налево направо как бы ну вот куда хотите справа получается положительные целые числа слева получается отрицательные целые числа ну и с целыми числами мы умеем работать да а как мы умеем работать с целыми числами мы всегда можем сложить два целых числа и это то же самое что ну как бы в одном и том же паре мы можем в разных порядках делать будет одно и то же это даже можно как бы геометрически увидеть так что если вы к тройке до прибавляете единицу то попадаете сюда если к единицу тройку то сюда же ну а как бы и так и так получается значит просто один и тот же отрезок перевернули вот так вот перевернули у него была точка деления вот здесь перевернули стала точка деления вот здесь да то есть легко визуально увидеть правила общения с числами значит правило еще вот такое есть которая тоже сводится сводится к тому что мы можем один тот же отрезок длины а b и c подряд представить по-разному как значит приложить к такому отрезку такой или к первому отрезку двойной вот последующий вот ну и нам потребуется еще понимание что для каждого целого числа есть противоположное ему вот ну противоположное да но еще надо сказать что для вот для каждого числа прибавление к нему числа 0 до прибавление к нему числа 0 ничего не меняет то есть давайте вот эти правила мы и запомним на самом деле все остальные правила общения с целыми числами выводятся из вот этих вот четырех то есть целые числа это набор там ну каких-то сущностей в которых операция есть сложение про операцию умножения мы пока не говорим она потом как бы она потом появится сама очень естественно и пока я ее как бы опускаю да про нее разговор так вот с этими числами можно что делать можно складывать их друг другом в любом порядке можно складывать это будет один и тот же результат можно вот так вот сочетать по-разному сочетательный закон это коммутативность по математически называется это ассоциативность а по школьному перестановочность и сочетательность есть какой-то ноль который значит нейтрализует все то есть при прибавлении к нему любого целого числа получается то же самое число и есть для любого числа противоположных нему хочу сразу вам сообщить что если есть такой вот как бы набор таких сущностей до чисел каких-то сущностей с которыми по этим правилам можно работать то такой набор сущностей называется группой по сложению причем коммутативный коммутативный или абелевый абелевая группа абелевая коммутативная группа целых чисел по сложению целые числа обозначается вот такой буквой то есть еще раз наша главная забота это то как с целыми числами оперировать и именно эта операция ее свойства и открывают ключи ко многим теоремам целые числа обладают вот этим рядом свойств хорошо еще до введения умножения я хочу определить так называемое сложение по минковскому что такое сложение по минковскому очень важная операция для двух подмножеств целых чисел если есть два каких-то подмножества целых чисел то можно определить подмножество которое является множеством всех вот таких вот сумм где а принадлежит а а б принадлежит б то есть я беру например ну там ну да какой-нибудь примерно присти там минус 1 0 3 прибавляем 1 2 ну давайте хватит 1 2 да что за множество у меня получится я складываю каждый из этих с каждым из этих минус 1 плюс 1 это 0 0 плюс 1 это 1 значит 3 плюс 1 это 4 2 минус 1 это 1 уже было 2 плюс 0 это 2 и 2 плюс 3 это 5 видим что на самом деле в ответе получилось минус 1 0 1 так стоп минус 1 нету 0 1 2 4 5 и чисел оказалось немножко меньше чем мы бы ожидали мы обожидали что их будет 6 потому что если каждое из трех чисел сложить каждый из двух то по правилам комбинаторики ну очевидным да наверное для многих из вас с известным будет всего шесть вариантов такого сложения но некоторые склеиваются и отдельно очень красивая задача стоит в том как придумать наиболее склеивающиеся два как бы множество да то есть вот вам дано что в каждом из них по 10 элементов как сделать чтобы сумм было ну как можно меньше различных сумм получилось вот попробуйте сами решить пока вы сами не решите вы не почувствуете вот эту вот операцию сложение по минковскому да это называется сложение по минковскому так далее если есть сложение то есть вычитание но на самом деле вычитание это операция по определению обратная к сложению то есть это попытка решить вот такое уравнение я хочу решить его и получить x и такой x называется разностью b и а ну как бы вот сверим часы докажем лему ну как бы лемма x равно b минус а ну а что такое b минус а такого числа нет есть b плюс минус а докажем утверждение что решением это уравнение является вот это число сумма числа b и обратного к а но это действительно надо доказывать вот формальной математике на самом деле надо учиться работать руками и давайте попробуем поучимся значит как это доказать ну давайте просто проверим а плюс b плюс минус а равно а плюс минус а плюс b поменял местами использовав эту аксиому дальше написал а плюс минус а плюс b а что за аксиому использовал правильно вот эту ассоциативность тут 0 это вот эта аксиома и наконец это b из-за этой аксиомы вот так вот он мастер-класс так работают значит как в принципе с алгебрическими операциями вообще как в алгебре вот так работают да нам нужно установить чему равен этот x это уравнение мы это установили прекрасно а если я напишу уравнение x плюс а равно b ну ничего естественно не изменится потому что силу коммутативности x плюс а равно а плюс x поэтому решение будет то же самое внимание если бы операция была не коммутативной то вот эти две операции обе бы назывались обратными к этой исходной операции одна называлась бы левой обратной а другая правой обратной и в теории групп настоящей теории групп где группа не коммутативны это действительно происходит у нас две разные операции ну вот скажем деление это операция обратная к умножению и там ну это забегая вперед ну понятно что все вы знаете что это умножение там опять уравнение а x равно b решается и получается в результате значит результат деления b на а по определению это просто решение это уравнение и здесь опять не важно как записать но если я запишу для возведения в степень то уже важно ищу ли я решение уравнения а а в степени x равно b или x степени а равно b потому что в одном случае получится корень от и степени из b а в другом случае получится логарифм b по основанию а то есть видите одна и та же операция возведения в степень с помощью обращения с разных сторон дает хорошо знакомые нам школьные объекты корень и логарифм и получается все очень как бы естественно да то есть операции на самом деле вот есть как бы плюс умножить возвести в степень и и реально для целых чисел все они порождаются одной операции плюс то есть умножить связано с плюсом возведение в степень связано с умножением вот в принципе первое что надо сделать это очень подробно изучить поведение вот этого вот операции плюс ну вот сейчас мы этим займемся а именно мы сейчас докажем некоторые утверждения про операцию обратную к плюсу по минковскому ну не обратную к плюсу по минковскому а мы сейчас будем решать некоторые уравнения связанные с операцией минус в кружочке операция минус это операция обратная к сложению это решение соответствующего уравнения а если я написал минус в кружочке я взял всевозможные разности элементов двух таких множеств ну и вот сейчас мы докажем некоторое утверждение которое будет ключевым при всем дальнейшем анализе несколько роликов подряд это 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 а опыт от под а